Одно из религиозных начинаний Карана Джохара и в печали и в радости уже много лет остается фаворитом публики. Сегодня фильм исполняется 20 лет с момента его выхода. Этот мультизвездный фильм был показан в кинотеатрах 14 декабря 2001 года, что стало важным событием. Он стал крупнокомерическим успехом, как на внутреннем, так и на международном уровне, с кассовым сбором 19 миллионов долларов, став самым кассовым индийским фильмом в мире на момент его выпуска. В главных ролях сыграли Амитах Батчан, Джая Батчан, Шакру Кхан, Каджу, Ритти Крошин и Карина Капур. В этот день, 20 лет спустя, режиссер Каран Джохара поблагодарил всех, кто связан с этим мегахитом. Каран Джохара, потерявшись в видео, написал свои подписи «Перепомним бесконечную любовью, которая хлынула со всех уголков мира, и индустрия за опразднование это грандиозное событие, которое сегодня достигает». Теперь перейдем к новым подробностям интересных фактов. После успеха режиссерского дебюта Карана Джохара «Всё жизнь не бывает», он начал работать над рассказом, посвященном концепции поколений. Изначально идея вращалась вокруг двух невесток, однако по совету своего двоюродного брата, режиссера Адити Чопры, который думал, что в Москве персонажи будут слишком слабыми, Карана решил изменить сюжетную линию, чтобы сделать её историю о двух братьях. Вдохновение для создания и печали, и в радости пришло из фильма «Любовь эта жизнь» Яши Чопры 1976 года, где сыграл Амитах Батчан. Вдохновлённой классикой, Рейсё Каран Джохар процитировал, меня привлекло то, что история любви передавалась из поколения в поколение. Она началась в юности и продолжалась по мере взросления людей. Можно сказать, что любовь к этой жизни является оправданной точкой. Что касается моего нового фильма, я вдохновлён им. Но я уверен, что фильм будет совсем другим. Он будет выглядеть по-другому и ощущаться по-другому. Точно так же Каран добавил дополнительную букву «Е» ко второму слову в названии своего фильма «Капхи» по нумерологическим причинам. В интервью «The Times of India» Каран разведел сравнение с фильмом «Сю жизнь не бывает» и сказал, что хотя его дебютный фильм был пенистым и липким, этот был более стильным и утончённым. Он добавил, что в этом фильме тоже будет много драмы, но в более зрелом исполнении. Прежде чем приступить к основной съёмке, Рересё Каран и нанятые по контракту дизайнеры костюмов Маниш Мальхотра, Шабина Хан и Рокки сделали покупку в нескольких местах США Лондоне, Милане и Нью-Дели, чтобы подобрать подходящий образ для каждого из актёров. Вдобавок Каран Жухра ожидал только одного от нанятых актёров хорошо выглядеть и делать своё дело. Он не организовал для них никаких репетиций, за исключением цены, связанных с климатической встречей между Амитахом Батчаном и Ритиком Рошином. В число нанятых дополнительных продюсеров входил хореограф Фарах Хан, художник-постановщик Шармита Рой и оператор Керен Тоуханс. Премьера фильма началась в Мумбае 16 октября 2000 года с экранизацией песни «Боли Чуниян» с участием Ритика Рошина, Карина Капур, Шакрухана и Каджила. А Амитах Батчан и Чая Батчан присоединились к расписанию 20 октября. Из-за сильного стресса, вызванного присутствием этих актёров, Каран потерял сознание на съёмочном площадке. Тем не менее, он продолжал реализировать оставшуюся часть песни «Лёжа в постели». Для первой части фильма «И в печали, и в радости» команда дизайнеров во главе с Шармита Рой воссоздала «Чай Динчок» в студии FilmCity Мумбаи. Чтобы придать аутичности, команда сделала несколько снимков в оригинальной местности, а также сделала покупку в различных переулках в «Чай Динчок». Позже Рой получил премию FilmFare за лучшую режиссуру и за свою работу в фильме. Интерьер роскошного особняка был разработан с нуля в той же студии, чтобы стать домом семьи Рай Чан. Чтобы придать аутичности домам мультимиллионеров, на стенах было вывещено несколько дорогих картинок. Рой построил 18-19 сложных декораций, так как Каран хотел, чтобы фильм выглядел более реалистично. Вторая половина фильма снималась в городе Лондон. Каран решил снимать фильм именно там, из-за своей любви к городу. Он добавил, я мог бы построить свой сюжет в Нью-Йорке или где-нибудь еще. Но Лондон мне близок. Мне нравится направлять свои фильмы вокруг Лондона. Место для съемок включает стадион «Миллениум», дворец Бленхейм и собор Святого Павла. Съемочная группа столкнулась с огромными трудностями при съемке эмоциональной сцены между Чаябатчаном и Шакруханом в торговом центре Блилвота, поскольку там собралась огромная толпа, чтобы посмотреть, как они работают. Ситуация, в конце концов, ухудшилась, и официальные лица комплекса попросили их завершить съемку в течение двух часов. Другая песня, Сурадж-Хуа Матхам, с участием Шакрухана и Качела, была снята на фоне пирамид Гизы, в городе Каер, в Египте. Из-за условий освещения съемочная группа могла снимать только с 7 до 9 утра. В результате на съемку песни ушло несколько дней. Кроме того, Качела получила небольшую травму во время съемок песни, так как она сильно упала. Когда Ретик Роша смотрел, как Шакрухан и Амитахбатчан разыгрывают сцену примирения, он был настолько впечатлен и напуган игрой, что не смог закончить свою сцену. Он должен был сделать это на следующий день, после того, как Амитахбатчан успокоил его и заверил, что все будет хорошо. Логотип, который появляется на вертолетах в фильме, на самом деле является логотипом фильмов Яша Раджа, но в фильме он должен был быть логотипом компании Яша Райчанда. Старший сын Шакрухана, Ариан Хан, играет маленького Рахула. Актриса Айшвай Арай рассматривалась на роль в фильме. Актер Аджиаде Ган также снимался в фильме, но по какой-то причине отказался от него. Актер Амир Хан сказал в интервью Корана Джохара, что когда он увидел фильм «И печали, и в радости» на специальном показе со всем актерским составом фильма, он настолько возненавидел фильм, что как только он закончился, он ушел как можно быстрее, не поздравив никого, и старался избегать Корана Джохара и Шакрухана. Однако он извинился перед Джохаром на своем шоу. Актер Апель Шакбачан снимался в эпизодической роли, но позже он попросил режиссера убрать его сцену из окончательной копии фильма. Авторша Раджани Мазурмар сравнила фильм «И печали, и в радости» с фильмом «Кто я для тебя» и добавила, что фильм затрагивает темы семьи и моральных ценностей через захватывающую сцену, которая движется по всему миру. В «Инде и печали, и в радости» встретил неоднозначную реакцию кинокритиков. В то время как некоторые критики хвалили визуальное богатство и исполнение актеров, некоторые другие отрицательно относились к длительному времени показа и критиковали силу и несоответствие сценария. Кинокритик Халид Мухаммед из «Тайс оф Индия» высоко оценил фильм. Это полноценный коммерческий банкет, великолепно устроенным Кораном Джохаром. Так что идите побаловать себя, плачьте от души, и что удивительно, вы почувствуете себя живым. Другой кинокритик Таран Адаш из «Болливуд Хунгама» дал фильм оценку четыре с половиной звезды из пяти. Он похвалил эмоциональные сцены, а также хореографию, постановку, костюмы и кинематографию. Песня «It's Running Man» была использована без разрешения правообладателей. На режиссера Корана Джохара подали иск в британский суд и приговорили к выплате. Амитах Баччан и Джая Баччан танцуют под известную песню «Айти Кя Ханделла». Песни с первого хита «Раниму Келджи» и «Амир Хана». Фильм, не покорившийся в судьбе. На момент выхода этот фильм был самым дорогим индийским фильмом. Бюджет фильма составлял пять с половиной миллионов долларов. Чаще всего! Музыка Дапресс Музыка 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 Песня Музыка Музыка Мы Музыка Музыка Надо В Музыка